Функция их во время родов очень значима, и принижать ее не стоит ни в коем случае, потому что они работают практически как гидравлический насос. И происходит это так. Вот, например, наверняка в детстве каждый из вас делал какие-то капитошки, которые там с балкона потом спускаешь на прохожих. Так вот, представьте себе вот капитошку, которую вы наполнили водой, взяли ее в кулак и сжимаете ее. И когда вы сжимаете, промеж пальцев так продавливаются эти пузырьки с водой. Так вот, здесь происходит приблизительно то же самое. Представьте себе, что ребенок сидит вот в этой водной капитошке, матка разнонаправленно сжимается, и эта капитошка, которая перед головой в том числе продавливается в шейку. Это продавливание капитошки в шейку. Оно ее с каждой схваткой раскрывает все шире, шире, шире и шире. Достаточно часто распространенный миф, что количество выпитой воды зависит от количества околоплодных вод. На самом деле никакой связи нет абсолютно, потому что околоплодные воды – это фильтрат плазмы мамы и первичная моча ребенка. Почему так важно своевременное излитие околоплодных вод? И что такое раннее, что такое преждевременное? Преждевременное излитие околоплодных вод – это как до начала родовой деятельности, то есть схваток нет, а воды излились. Раннее излитие вод – это когда схватки есть, но нет еще 6 сантиметров открытия маточного зева, то есть шейка матки еще не открылась на 6 сантиметров, это считается ранним. Своевременным считается все, что после 6 сантиметров – это своевременное излитие. Так почему возникла такая градация? И она возникла не просто так, потому что околоплодные воды содержат такое вещество, как простагландин. Этот простагландин – очень нужная штука во втором периоде родов. Простагландин, встречаясь с окситоцином, с гормоном, который вообще в принципе потенциирует родовую деятельность и позволяет родам проистекать так, как они проистекают, простагландин потенциирует действие окситоцина. И когда они изливаются своевременно и простагландин встречается с окситоцином, это позволяет абсолютно безболезненно, потому что одного окситоцина маминого без потенциирования действия простагландина не хватает для того, чтобы его пропихнуть через костный таз. А когда своевременно излились воды и открытие ближе к полному, воды излились, простагландин встретился с окситоцином, он абсолютно без вмешательства извне эту голову вкручивает в костный таз и позволяет абсолютно опять-таки без вмешательства извне этого ребенка родить. Когда это происходит, допустим, если это раннее излитие ввод или если это преждевременное излитие ввод, с высокой долей вероятности приходится прибегать к введению утеротонических средств, то бишь окситоцина извне, внутривенно, потому что несвоевременная стыковка простагландина с окситоцином приводит к тому, что тогда, когда он нужен, его уже не хватает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова